Правительство Российской Федерации определило 12 самых опасных собачьих пород. Подписав соответствующий документ, власть предупреждает, но не исправляет ситуацию с опасными животными. Стофорширский терьер не вошел в список опасных собачьих пород, но менее опасным от этого животное не стало. Инцидент произошел 29 июля в Башкирии. Собака мертвой хваткой вцепилась в ребенка, и ее было сложно оттащить, даже хозяину. Мужчина гулял с собакой без поводка и намордника. Любимому питомцу это, по-видимому, придало уверенности, и он стал с яростью нападать даже на хозяина. На мне много шрамов, много там того-сего, и я до сих пор их не боюсь. Я просто знаю, от какой собаки что можно примерно ожидать. Вы не знаете, а маленький ребенок не знает. Я считаю, что грамотно воспитанный ребенок не должен бояться собаки. Не должен бояться собаки. Кинологи же считают, что опасной может оказаться любая неправильно воспитанная собака. Давай, давай, давай. Молодец. Нельзя сказать, что какая-то порода будет принципиальна. Вот она опасная и все на этом. Но это все зависит от воспитания. Посади собаку на цепь, больше ничего с ней не надо делать, она станет агрессивной, неуправляемой. Возьми собаку, начни гулять с собакой, начни заниматься. Собака не будет такой агрессивной, не будет она опасной, она будет социализирована, она будет понимать, что от нее требуется. У нас отсутствует у людей культура собаководства. Вот это важно. А как порода ваша называется? Это лайка-самоед. А она не кусается? Ну нет, у нас не кусается. Она у вас без намордника? Ну, так намордник вам надо надеть, но смысл какой, она вообще не кусается. Это собака для людей, специально выведена для людей, не от людей. А вы уверены, что она не укусит никого? Я уверена. Собак очень много, невозможно гулять. Они опорожняются рядом, вот в скверке сидишь, так неприятно, и подбегают к ногам, и не уколят намордника. Российские законы не запрещают людям выводить своих питомцев в общественные места. Но собака обязательно должна быть на поводке и в наморднике. Отговорки владельцев, вроде «мой питомец никогда никого не укусит» малоубедительны. Даже если он ни на кого не нападет, напугать он может. Люди, некоторые вообще боятся собак. В детстве укусила, например, собачка там, и остался комплекс. Мужчина там здоровый, а боится. Вот мы были зимой маленькие совсем, он так испугался. Утром я сам удивился, ему лет 50. Он «я боюсь собаку!» Кричал, в общем, кричал. Тут о других надо тоже думать. А я, знаете как, если кто-то идет, подходит, я его подтягиваю вот на поводке. Или вот так вот возьму, люди пройдут, с коляской пройдут. Так что он все равно может подбежать, маленький, не понимает. Даже если... Ну, зачем людям неприятности? Эти собаки еще недавно бегали по саратовским улицам, пытаясь выживать в условиях мегаполиса. Сейчас, будучи окруженными даже минимальной заботой, они рады присутствию человека, лают, прыгают и облизывают. Муниципалитет в силу своих скромных возможностей пытается решить проблему бездомных животных. Сколько их около каждого подъезда, сколько их на улицах бегает. Ну, как бы привозят постоянно. Ужасное состояние. Ну, блохи, это понятно, блохи и все такое прочее. Здесь мы обрабатываем, стараемся. Те же волонтеры нам очень много, конечно, хотелось бы, чтобы нам помогали именно медикаментами. То есть вот от блох, клещей, потому что клещи же, вы понимаете, летом. Вот эта помощь вообще была бы неоценимой, потому что постоянно обработка, обработка, обработка. Очень многие волонтеры сюда приезжают, помогают руками, занимаются щенками, занимаются, выгуливают собак. То есть он не просто сидит на цепи. Волонтеры приезжают, видят проблему. Если хотят взять девочка, понравилась, то многие просто с удовольствием стерилизуют собаку, забирают, стерилизуют, привозят нам, и мы ее отдаем в добрые руки. Пункт временной передержки собак, Мубдорстрой, сейчас переполнен. Сегодня здесь порядка 130 питомцев. Кардинально проблема не решается. Животных в приюте не стерилизуют. А из-за того, что он один на почти миллионный город, то стаи озлобленных псов продолжают терроризировать саратовцев. Это кадры из заводского района, неподалеку жилой комплекс «Авиатор». А по этим собачьим тропам местные дети вынуждены добираться до школы. Серьезные проблемы для себя и окружающих создают и не в меру рьяные любители животных. Чудовищная история случилась в Агафоновке, где местная жительница завела псарню прямо в собственном доме. Все началось с одной собаки, но в итоге их количество выросло до 40. Здесь жила женщина. Сначала она жила с матерью, мать умерла в конце июня. Женщина осталась одна с огромным количеством собак. Часть собак во дворе, часть в доме, которые сидели в ней заперти, кормила, не кормила, ухаживала. Мы ничего этого не знаем. В итоге женщину забрали нашими силами. Мы вызывали и скорую МЧС, и психбригаду, и всех. Ее забрали пока в психиатрическую клинику. А мы на данный момент занимаемся домом животными. Вот раз, поближе прямо. И вон, смотри, она их укрывала. Она находилась все это время здесь, в этой или в дальней комнате. Когда мы ее нашли, она сидела, уже смотрела в одну точку, когда ее выводили. Там есть и маленькие щеночки-трупы, в других местах кости. Сейчас откармливаем животных, чтобы их в дальнейшем всех стерилизовать и решать их дальнейшую судьбу. И также помочь просим человеку, который, во-первых, и нуждается в лечении, и нуждается в помощи. И в социальные службы, может быть, это как бы обратят внимание. И помогут человеку жить по-человечески. Они вот в таком ужасном состоянии. Часть собак из Агафоновки сейчас забрали волонтера из Татищева. Увезли тех, кто больше всего нуждается в помощи. Семь штук забрала щенят. Они в ужасном состоянии, в тяжелом. Они изгрызены сородичами. То бишь, не было еды, не было возможности покушать. Они загрызали своих же щенков, так сказать. Вот, да, других. Поэтому щенков, которых забрали. Но, слава богу, пока все семьи живы. Я думала, что, честно сказать, ничего хорошего не будет. Да, потому что состояние, они истощены, заглистованы. И блохи ходят табунами. Ну, они от блох уже обработаны. То бишь, я их сразу обработала от блох. Теперь нас ждет поглистка. Тем не менее, участие и активность волонтеров также не решают проблему бездомных животных. А в условиях фактического самоустранения местных властей эта проблема становится практически неразрешимой.